Всем привет! У нас повторение финала РУББЛ, Русской Лиги Бладбола. У нас играет Диамет и Непрокси, но в этот раз на стадионе Непрокси. В этот раз у Диамета нету четырехагильного несунамича. Так что у обоих помогу, и Диамет в этот раз взял две взятки. Вот такие дела. Это полная дичь, Джоэл. Я тебе совершенно точно скажу, это полная дичь. Те, кто смотрел игры, понимают, что там был только футбол. Я тебе совершенно серьезно это говорю. Не то чтобы я суперэксперт, но я тебе могу железно сказать, что это не договорники. То есть сборная Судовской Аравии, видимо, просто смотрела матчи сборной России на предсезонке и подумала, что наши супер лошки, их можно ломать с прогиба. А оказалось, что наши не лошки. Это всех удивило. А в матче с Египтом, понимаешь, с Египтом был реально матч равный. Ровно до того момента, пока не залетел автогол. Там автогол был абсолютно случайный. Случайный? Абсолютно случайный. И после этого у Египта не было выбора. Ему надо было идти вперед, появились свободные зоны и сборная России напихала. То есть это просто... Ну и Салах, да. Все ставили на Салаха. А видно, что если ты месяц не тренировался, даже если ты гениальный игрок, то тяжело будет что-то сделать. Поэтому... У сборной России фарт. Просто очень хорошая форма и очень большой фарт. Вот. Привет, Филон. То есть вот я... Мне как бы... Не знаю, как это сказать. Я не верил в Черчесова, но как минимум реально хорошую форму он команде на сборе в Австрии действительно смог дать. Да, не, я говорю. Сборная России прет. То есть там даже по статистике видно, что процент реализации у сборной России, ну там, невероятно высок. Пошел кик. Ну, мячик, честно говоря, не очень здорово летит для Непрокси, я бы сказал так. Чисто по моим ощущениям. Ну и что, поехали. Теперь начинается битье лиц. Первый удар. Шестерка. Это хорошая шестерка, кстати говоря. Определенно хорошая. Тем более, это удар Анини, это удар Сэмбэ. Ну, тут плохие кубы на броню. Окей. Ну, посмотрим, Джоэл. Я пока непонятно, что будет с этой сборной. Я бы ничего не предсказывал. По-хорошему, надо бы Горда выбить, вот этого, Эбрантила. Но для этого надо подводить еще одного игрока с Гордом, а еще одного игрока с Гордом нету. У меня вообще-то ощущение, что Диамет немножко неправильно посчитал. Хотя, может, я ошибаюсь, но... По-моему, он опять не... Он забыл о том, что дерево шестисильное. Хотя, может, мне кажется. Я не знаю. Просто вот этот Горд сзади, он очень сильно портит малину. Что в случае чего будет немножко некомфортно. То есть, его вообще по-хорошему надо выбить. Для этого нужен Горд, а Горда свободного нет. Ну, в общем, тут много чего. Не хватает Гордов Диамеду немножко. Задумался, я смотрю, плотно. Понял, что расчеты немножко подвели, видимо. Просто, на мой взгляд, вот этого так-листа можно было сюда... Да, да, Диамед понял, что слегка закосячил, назовем это так. Мне, по крайней мере, так кажется. Но сразу находит шестерку в трента. И хорошая возможность для фала, кстати говоря. И так лист освобождается для блица в нападающего. Давай, спокойной ночи, Джоэл. Пробой дерева. Очень неприятно. Волк показал свою мощь. Немножко не хватило на то, чтобы дерево вообще отправить с поля. Было близко. Вот было бы МБ, но МБ нет. Вот с Волочком сейчас тоже опасно. Что первый удар ты закатываешься. И да, он страхуется. Пошел Блиц. Ну, сразу пятерка. Это прекрасно. Но сейчас не выбить вот этого паренька. Остается Блиц Стоклистом. Блиц Стоклистом, наверное, надо делать в линейку. Наверное. Я не уверен. Может быть, есть смысл зафалить дерево в этой ситуации. Хотя это, конечно, будет не супер-пупер фол. Пятка есть рядом. Взятка есть. Но, видимо, фолить не будет. Да, это планируется Блиц в линейку. Ну, о чем я и говорил. Двойки. Это плохой результат. Ну, и фола, видимо, в этой ситуации не предвидится. Ну, конечно, дерево трудно фолить из-за десятой брони. Из-за того, что здесь стоит гард. Он не дает два ассиста с фоллов. И это немножко неприятно. Подбор меча удается. Это важный и приятный момент для Диамеда. Хотя, конечно, вот этот Нисун меча, товарищ Гря, он не такой клевый, как вот был прошлый Нисун. Очень аккуратно встает Диамед. С поправкой на мага. Ну, вот. Диамед вообще построился очень плотно, очень аккуратно. Видно, что он слегка, ну так, опасается, скажем, влета от лесных эльфов. Вообще, как бы, атака Диамеду, по-моему, не шибко выгодна, скажем так. Ему приятнее было бы начинать в защите. А лесные эльфы, конечно, правильно все делают. Единственное, что вот такой забегающий боевой танцор, это первая... первая цель для этого... для волчика четырехсильного. Четырехсильный волк будет дуплить без особых проблем. Ну, там, конечно, можно попытаться повалить одного из волков, навязать драку. Другой вопрос, нужно ли это. И у Диамеда остается много контакта. И даже, как минимум, два контакта, которые более-менее полезны и могут повлиять на выбивание игроков. Ну, в общем, посмотрим. В целом, у Непрокси все более-менее нормально, но вот... кое-какие проблемки могут и возникнуть. Пошел Блиц. Блиц волчика. Шестерка в Дона колокольчика. Это хорошо. Нокаут, это просто идеально. Вот это... Это вообще вещь, которая сейчас очень сильно портит ситуацию для... для Диамеда. Потому что, по-хорошему, ему надо пытаться вырубать танцора, но здесь есть халявные удары. И как бы хрен его знает, что делать. Еще надо подводить сюда горда для того, чтобы нормально повалить вот этого горда с сайдстепом. То есть, грубо говоря, Непрокси сейчас выбил одного из там... четырех основных игроков в этом матчапе. И у него все очень здорово. Правда, мы можем вспомнить, что Непрокси также прекрасно начинал в первой игре, которая была в финале РУББЛ. Сейчас будет потяжелее. Я бы даже сказал, значительно тяжелее. Две единички это очень хорошо. Ари ролл. Ну, надо было класть этого игрока, потому что он наиболее опасен в этой ситуации. То есть, если бы он наносил здесь удар по вот этому пареньку, то это было бы очень неприятно. Тем более, терять его нельзя. Вот. С другой стороны, при желании сейчас и так сможет найти Диамед 2 куба. без особых проблем. Ой, Диамед. Да, Диамед. Но идет сбегание. То есть, как бы, немножко не хватает ресурсов для того, чтобы прикрыть мяч. То есть, есть боязнь вот этого танцора. Есть там еще проблема. Надо как-то прикрыть мячик. Эльфы пошли в фулл контакт. Это... Опа! Вот это очень сильно подфартило. Потому что, если бы сейчас был контакт, то Диамеду пришлось бы уже рисковать. А то, что здесь выпало две единички, это, конечно... Не, не две единички. Одна единичка. Это очень большой фарт. Не то, чтобы ситуация стала много лучше, но... Опасности с того на поле поменьше. Шестерочка найдена. Таклист освободили. Надо проталкивать и подходить. Вот сюда. Это правильная мысль. Это гард для еще одного удара. И это такл, который не позволит убегать здесь нормально. Это... Это мысля классная во всех отношениях. Ну и таклист освобожден, но таклисту далековато бежать до танцора. Бить Джона Федора особого смысла нет. Ну, в общем, дело такое. Можно перестроиться вот здесь, но маг очень легко отдаст, так скажем так, люлей Диамеду. Наверное, я бы бил волком вот сюда. А вот этим пареньком с одним... Через одно ГФИ бил бы в боевого танцора. И перестраивал бы клетку где-нибудь вот здесь. По крайней мере, это кажется наиболее разумным и аккуратным вариантом. Но опять же, все не очень просто у Диамеда. То есть тут как бы надо... Вообще по-хорошему надо ГФИ покидать. Я понимаю, что не хочется кидать ГФИ товарищем ГРЯ, но... Тут все сложно. Можно, конечно, задоджиться волком четырехсильным, но это не самый сейфовый муф, а у него есть определенные проблемы. Пошел Блиц. Джона Федора все-таки валят и даже не валят. Это плохо. Ну, в общем, Диамед продолжает играть максимально сейфовы, но проблема-то в том, что ему это может не помочь. Встает наискосок для того, чтобы нельзя было выбить мячик по-простому через прыжок. И Пяточник встанет сверху. Ну да, Диамед играет по максимуму аккуратно. Только сейчас будет Мак и ему будет очень трудно. Первый удар волком не прошел, это плохо. Но будет еще одна попытка. И надо находить 5-6, потому что двойка будет неприятна в этой ситуации. Так. Пятерка найдена, это хорошо. Жаль, что без пробоя. Плюс сейчас четырехсильный в не самой приятной ситуации. То есть волка увели для того, чтобы четырехсильный не мог кинуть еще раз удар. Вот. Зато здесь удивительно найденная шестерка зомбей, в которую, так сказать, не шибко верилось. Но у Диамеда нету пробоя. Плюс, кстати, волк еще и заехал под трента. То есть то, что Н теперь встанет, это, кстати, возможность еще и ударить волк. Мак! Ой-ой-ой, какой хороший Мак! Мак просто прекрасный. На самом деле теперь два простых куба в мяч. Это выбивание таклиста с гордом. Это дико неприятно. То есть сейчас у Непрокси реально простой гол. Но вот то, что дерево опять затупило, профи не спас, это неприятно. Потому что если бы дерево встало, то ситуация была бы намного проще. волк был бы полностью заперт, грубо говоря. А так придется покочеряжиться. Но проблема в том, что сейчас волк с таклом поломан, вайт с таклом поломан, и у Диамеда два его такла находятся далеко. То есть один его такл находится, ну, вообще никак не доберется до мяча. Второй такл имеет некоторые проблемы. Ему придется через блиц выходить, скорее всего. Ну, или что-то подобное. В общем, сложно. То есть вот эти два выбивания игроков унипрокси, они просто идеально подходят к этой ситуации. Диамеду будет чертовски трудно что-то сделать. Я думаю, что в этой ситуации надо подводить вот этого паренька сюда, вот этим танцором прыгать и выбивать мячик, но вот этим танцором или вот этой линейке подбирать. Ну, здесь, конечно, ну, посмотрим. Тут все немножко неясно, я бы сказал. Плюс не прокси все равно придется кидать кубы на додж. Я напомню, что победитель этой пары будет играть против Аданта проигравший будет играть против Краби. Мы вот только Диамеда и Непрокси ждали, скажем так, для того, чтобы продолжить турнир. Первый ассис дан, о котором я говорил. Повалили Вайта, это очень неприятно. Еще господи, ребята, какой адский пробой у Непрокси. У Непрокси просто получается каждый удар. Это сейчас не ирония. Реально, пока по пробоям эльфы просто в салат ломают некров. Это неожиданно и очень опасно, я бы сказал. Сейчас Непрокси может, так сказать, попытаться обмануть судьбу второй раз. Удается удар. Вниз толчок, это правильно. В этот раз не ловит, но падение мяча плохое. Падение мяча, наверное, одно из самых поганых, которое могло быть для Непрокси. Конечно, это не говорит о том, что Диамет поднимет мяч, но как минимум Непрокси не сможет его быстро поднять. Эти кубы устраивают. Танцор освободился. освобожденный танцор, это очень хорошо. А вот это плохо. И отскок мяча, вот падение танцора, отскок мяча, они, конечно, такие. То есть, сейчас, сейчас Диамет еще не проиграл свою атаку, но некоторые проблемки у него есть. Плюс сейчас по-хорошему надо подвести, то, что минус мув у Зомби, он очень сильно влияет. То есть, третий мув, это, конечно, очень грустно, особенно, когда он на таких выдающихся игроках, назовем это так. Но если у Диамеда сейчас пойдут кубы на пробой и просто удары, то все может стать мгновенно очень грустно для Непрокси. Хотя, конечно, будет трудно. Пока, положа руку на сердце, у Непрокси ситуация отличная. И божественные кубы на пробой. И шикарный мак. Мак, конечно, сыграл не на 50%, но зато он вырубил так листа. Это ли не счастье? А с учетом, грубо говоря, сейчас такая ситуация, при которой у Диамеда на поле реально активен, только один так лист, и при этом этот так лист не имеет нормальных кубов. Ну, это я так, как бы, чисто к слову. Мне кажется, что, наверное, реально есть смысл подвести через два ГФИ, здесь дать удар в два куба, но через блиц, для того, чтобы после этого либо попытаться подобрать мячик, либо просто встать к нему. Ну, это мне так, ну, надо освобождать этого игрока. Удар не удается, это немножко неприятно. А, не прокси, кстати, не поднял тук-тука, я и забыл об этом. Или он был еще травмирован, вот я не помню даже. Не очень хорошие кубы. Была вот попытка освободить пятку, хотя для этого надо было находить шестерку, но... но не получилось. Но я думаю, что пока что, ну, сейчас нету возможности сделать прям приятный блиц. То есть, я думаю, он хотел здесь освободить, поставить сюда игрока и отдать нормальные свои кубы. Вот, но не получилось. А теперь проблема блиц, стрелка, это плохо. Да, теперь, теперь все совсем грустно. на мой взгляд, найти шестерку в два куба было в любом случае трудно. Теперь будет апа. Опа. Подбор мяча. Отлично. Это был хороший ход. Вот именно с таким прицелом без удара это был действительно хороший ход. Ход полезный по всем параметрам. Понятное дело, что все равно ситуация у Диамеда сложная, но она стала поприятнее. У Сарой Чайки будет тяжеловато выбить мячик, особенно если он сейчас встает вот сюда, здесь доджится встает сюда, и тогда как бы проблемы есть. Но видимо так и будет пытаться сделать. Вот теперь додж 3+, 3+, прокатывает, прокатывает. Фол. Неплохой фол. Этот фол имел смысл. Этого танцора надо было действительно ронять, потому что у него есть выбивание мяча, отбор мяча. Он действительно дико решал в этой ситуации, потому что у Сэра Чайки нету крепких лап. У него сильные лапы, но не крепкие. Вот. Есть проблемки. Дерево встало, это хорошо. Дерево рано или поздно пригодится. Тем более Диамед так или иначе заперт на своей половине поля. Ну, скажем так, в центре, но заперт. Плюс, на самом деле, если сейчас захочет, Непрокси может дать кубы в меч. То есть, он может реально повалить голема и дать кубы в меч. Пред Филстейд. Удар удается. Но пока у Непрокси очень хорошие кубы, Филстейд. Диамеду приходится туго. Я бы сказал, у него сейчас ситуация сложнее, чем была в финале. ринг таки смог. А что ринг смог? Удар. Не получился. Это немножко неприятно. Зомби свою работу выполнила отлично. Он сегодня обыграл Диамеда в спайке. Ну, понимаешь, спайк это турнир такой. Типа, ну, как бы это выразиться, чтобы никого не обидеть. Не основной. Претеншин Флейм. Спайк он такой, ну, чисто убить время, грубо говоря. флейм. Ну, вот, конечно, некром очень туго играть против эльфов в меньшинстве. Чувствуются, какие у них серьезные проблемы. Надо как-то забивать, а как забивать совсем не ясно. Вот. И даже подраться не получится, играя в минус два. Без двух таклов команда Диамеда смотрится в разы слабее, конкретно в этом матчапе. Нужна какая-то грязь, а никакой грязи нету. Это, конечно, эх. Мне кажется, вообще Диамеду пора уже действительно грязнить, потому что все очень-очень плохо. Удар не удается. Блоджерная линейка отлично держит на себе двух зомбей. То есть вот Диамед по сути своей играет уже три хода с одним таклом. Играть три хода с одним таклом очень трудно, особенно против эльфов. я думаю, что была мысль попытаться здесь освободить игрока, чтобы выйти здесь через блиц с МБ и подойти ближе к группе своих игроков. Да, видимо, он теперь будет в 1D это делать, и это не получилось. Это погано. Это очень погано. Диамед потерял мув, Диамед не нанес удар, и в целом у него дела не очень. Кстати, видимо, это будет переход на другой фланг. Кстати говоря, то есть он сейчас может убрать встать здесь так. Тра-та-та-та-та. Здесь он освобождает... Ну, это нормально. Это не очень приятно, но Волк зато теперь без даджа. То есть мы ставим одного паренька сюда, забегаем... А, или сюда, ставим сюда. Забегаем, Диамед просто пошел прорваться по другому флангу. Привет, Рингтейл. Я теперь как выжатый лимон. Понимаешь, я не знаю, как это сказать. На мой взгляд, Диамед уже... Понимаешь, этот турнир, который не идет в зачет. Это как вот... Ты во дворе пил пивас с друзьями, туда пришел Криштиану Роналду, и ты его обыграл. Твои друзья с пивасом, конечно, видели это, но в основном тебе никто не верит и вообще скажут, что Роналду был не настоящий или что он по приколу играл. Вот. Не прошел додж, это неприятно, я думаю, не тратится рерол. И второй раз не прокатывает, и еще и оглушение. Неприятный момент. Но не прокси может выбить мячик, хоть это будет и не очень просто. А с каким счетом ты его обыграл, Рингтейл? Не знаю, Спайк сам по себе турнир какой-то такой. Ну, не знаю, никакой. 2-1? Ну, хоть не по монетке на скиле, молодец. я думаю, что Диамеду вообще, наверное, надо забивать чем быстрее, тем лучше. потому что особой возможности забить потом у него не будет. И даже сейчас забивание будет довольно трудное, если не прокси все разыграет по уму. И Диамед удивительно играет аккуратно, при том, что у него две взятки. На мой взгляд, он мог на первом ходу пытаться фалить дерево. Но да ладно. Просто Диамед еще и в такой ситуации, когда не получается пофалить. То есть какие-то эльфы у Непрокси удивительно крепкие. Вот так вот. Тут для тебя настоящее испытание рингтейла будет в РББЛ. У тебя такой клевый дивизион. Прям завидую. Эльфы набиваются в друзья к Диамеду и правильно делают. Выбора у них особого нет в этой ситуации. Вообще, конечно, было бы неплохо еще туда напихаться толпой. Неплохо было бы выбить Вайта. Вот. И вообще по максимуму осложнить гол для Диамеда. потому что Диамед не сможет быстро перенести силы, как это делает Непрокси. И он может просто завязнуть в этих тощих ушастых телах и никуда дальше не двинуться. Я вот очень жду игры Ringtail Ситар. Вот. Прямо для меня это одна из самых таких игр, которые и вот Ringtail Колян и Колян Ситар. Для меня это три лучших игры в этом сезоне. Я прям чувствую, какие там будут сладкие буболехи. Вот. Там правда и так группа веселая в принципе. Роняют зомбика. Я смотрю Диамеду уже сильно окружили. Это попытка освободить боевого танцора. и боевой танцор будет давать куб в мяч с блица. Рерол. Это очень сильно помогает Диамеду. Если сейчас боевой танцор не выбьет мяч, то будут проблемы. Да. Я, кстати, не увидел, что он здесь добегает. Додж 3+, шестерка, и кажется у Диамеда все очень плохо. Господи, какой пробой у Непрокси. Как он это делает? Не, серьезно, пробой у Непрокси просто какой-то фантастический абсолютно. то есть у Непрокси там постоянно вот он кого-то пробивает. Мне прям уже жалко Диамеды. Когда тебя избивают лесные эльфы, по-моему, Карма просто решила в этой ситуации так сказать помочь Непрокси. Вот так вот. Ну, вчера Некру уже поломали пивас. Не, ну, понимаешь, Диамед 47 игр без поражений сделал, теперь можно расслабиться. Привет, перчик. Здесь, правда, турнир на бабки, расслабляться, конечно, не хочется, но по ощущениям здесь все грустно. Эта команда проиграла спайки, клейман. Это не идет в статистику. Это, это вот вы можете сказать, ой, в спайке трататататата. Но ведь в статистике команда стоит трактатак и так, как футбек. да нормально, Германия вчера прикольно сыграла. Удар в 1D шестерка. Нет, знаете, у Диамеда то еще порох в пороховницах небольшой есть. Не супер поперский, но все-таки есть. Надо было найти шестерочку, Диамед ее в 1D нашел. Правда, все равно у него большие проблемы. Не, ну, понимаешь, все равно. Диамед выиграл финал, серию в 47 игр без поражений сделал, вписал себя в скрижали Рубабеэла. Его совесть должна быть чиста. Вот. Если он еще на моем турнире заберет 8 тысяч рублев, то это вообще будет какая-то сказка. Вот. А я тут, знаете ли, прибежал после матча Диамеда в личку к Каса Касату, с которым я спорил о чемпионстве Диамеда. Я ему говорю, мол, ну ты понимаешь, зачем я пришел? Где мои 20 баксов Лебовски? Ну вот. И, знаете, вот я всегда считал, что если спорить надо на бабки, если у тебя есть бабки, если у тебя нет бабок, то спорить на бабки не стоит. И вот выяснилось, что у него бабок нет. И он мне предложил аккаунт в Стиме либо какие-то подарочные купоны к танкам, на что я сказал, что, мол, ты че меня раз... Ну, как бы, мне это не нужно. Вот. Мне нужны деньги. И говорю, тем более, я Диамеду пообещал, что подарю ему половину от выигрыша, когда ты их выплатишь. И он сказал, что, мол, ну, обещанного три год ждут. Тем более, я Диамеду ничего не обещал, но я постараюсь побыстрее. Ну, я оценил. Это было прекрасно. Привет, Камбиодоллар. На 20 баксов ки у вас. На 20 баксов. Нет, он не подорвал мою веру в человечество. Он, скорее, укрепил. А вот. Просто, знаешь, очень забавно, что, как бы, как бы это так преподнести с иронией. А вот. наверно, меня не должно удивлять то, что у коммуниста не было денег. Он же там этот, на форумном КПРФ. Ну, вот. А кто, кстати, заказывал сыра чайку? По-моему, Ройлем. Если мне не изменяет память, по-моему, это Ройлем заказал. Не, ну, это тайна, но, по-моему, Ройлем. Так, фолл. Травма сэра чайки. Но, это удаление. Минус к броне и без регенерации. Ну, не прокси, конечно, на скил. А, Джинни заказывал? А как Джинни мог заказать, если его нет в турнире? Лол. Вроде же может заказывать только тот, кто может оплатить заказ, нет? Ну, я не знаю, почему у кассы-кассата не нашлось 20 баксов. Вот. Это товарняк кинает. Это товарняк. Ребята отказались создавать команду для турнира. Вот. Не, ну Джинни же... Вроде мне казалось, что оплачивать могут только те, кто участвует. Ну, ладно, может быть я не разбираюсь. Шестерочка, отлично найденная в линейку. Здесь будет еще ГФИ надо кидать. Три рерола есть. А ГФИ надо кидать. Пилас, извини, пожалуйста. А какой раз подряд Пеку начинают менять? Ты мне не подскажешь? Это, это происходило так много раз, что я уже даже сбился со счета. Вот. Пека опять в трени... Я не знаю, Эйчурсин. Я не знаю. Я вообще про Пеку не говорил. Сто лет там не было. Давай. Не, не, товарняк, после которого все восстанавливается слепой. А, я про свою Пеку? Ааа, господи. Ну, Грац. Сейчас, конечно, очень дорого менять Пеку. Пека, удовольствие очень дорогое. Но я тебя поздравляю. Если можешь поменять, это круто. Счастья тебе, любви и здоровья с новой Пекарней. Вообще без доли иронии на серьезных щах говорю. С... Новый компьютер это всегда приятно. Я, когда покупаю какое-то новое оборудование, я ловлю от него кайф. Например, вот у меня есть новый микрофон. И когда я его купил, как бы это микрофон, который сразу идет с полным набором. То есть вот к нему был вот этот поп-фильтр, сам микрофон, подставка, вот. Только я его подключу к своей треноге. К своей цапле. А, вот. Держателю микрофона цапле. Так вот. И... Ааа... Начал тереться о поп... Блин, как это клево. Вы даже не представляете. Тереться бородой о такой аккуратный, гладкий поп-фильтр. Это почти как тереться о руку милой тянки. Только еще приятнее. Вот. Привет, Колян. Но вообще есть ощущение, что, видимо, Диамет поедет в нижнюю сетку. Играть против Краби. Вот. Недель две назад впервые понял, как снимается кулер с проца, когда решил пасту поменять. У-у-у. Я узнал об этом... В 15 лет, по-моему. Если мне не изменяет память. Потому что у нас были проблемы с перегревом процессора. И я говорю, батя, надо поменять термопасту. Я в интернете об этом прочитал. А батя сказал, тебе надо, ты и меняй. Пришлось разбираться, скажем так. Привет, Драконас. Блин, у Диамеда больше шансов, чем у Непрокси. Почему, Колян? Диамед уже будет без своего четырехсильного волка. У него лежат, отдыхают два парня. У него нету девочек Бладвайзер. Он все-таки пропустит на атаке Непрокси. Ой, нет, на своей атаке. На своей атаке он пропустит. То есть, как бы... У Диамеда все максимально плохо. Вот. С другой стороны, Непрокси попадает на Аданто. Вот. И здесь, конечно, очень тяжело пожелать что-то такое. А, я имею ввиду против Аданто? Да. Ну, Адант, видимо, выйдет... Ну, как бы... Короче, Колян, ты тоже чувствую... Прочувствуешь сетку лузеров. Ну, я свою бороду собираюсь... Жаль. Хорошая была мысля с фолом. Правда, фолы, конечно, лучше делать пяткой. Я в конце месяца пойду и собираюсь вот очень коротко под машинку сверху убрать. Вот. И бороду... Тоже так, привести, контур сделать красивый. У Аданто какая команда? Хорошая. Очень хорошая. У него хаос-дварфы, которые могут вынести кого угодно вперед ногами. Вот. Не, ну, как бы, в любом случае, просто, если что, он с Адантом может пересечься в финале. Вот. Просто по сетке лузеров идти не очень весело. Пока что из турнира выбыл только один человек. Это Ситар. Вот. Вчера Ситар вылетел. Ну, да, Камбиот Доллар. Но, по крайней мере, у Аданто, как минимум, две игры могут быть вполне сложные. Это против Непрокси и против Диамеда. Да и против Калина не такая простая игра. Вот. Ну, не знаю, слепой. По первому матчу Адант вперед ногами выносил нервы Краби и нервы всех зрителей и мои нервы. Краби решил поставить рекорд по самому унылому матчу. И, в принципе, у него неплохо получалось. Ой-ой-ой. Парень с гей-именем ушел с поля. 1-1 на Дадже. Ну, это не говорит о том, что есть какие-то гоматные шансы у Диамеда. Но он может выбить меч. Скажем честно, у Диамеда сильно в теории есть два куба в меч. То есть он здесь бьет, находит шестерку, а потом бежит с Замбей и бьет в два куб... Ну, ладно, в один куб бьет Тровера. Находит шестерку по Блоджер. Ну, это все... Очень наивно. Вот. Мне кажется, колдунство не имеет смысла в этой ситуации. Потому что колдунство будет максимум в двух или в одного. И последний игрок что-нибудь хорошее сделает. Вот. Да не, Аддант сильный игрок. Просто если рассматривать Адданта как шоумена, если можно так выразиться... Аддант настолько мастер сводить шоу в ноль, что даже словами не описать. Ну, те, кто видел игру Скраби, поймут. Когда при счете 2-0 при супер-мега-унылой игре Аддант начал выстраиваться против Ван Терна, там даже пацаны в чате начали кидать фейспалм. Ну, вот. Даже сам Краби после матча сказал, что это было супер-отстойно. Ну, вот. Шестерочка по... Кэтчеру. Это приятно. Правда, седьмая броня сегодня у Непрокси вообще не хрустит. Вот прям не хочет хрустить. Ну, теперь додж и фол с пяткой, как я понимаю. Господи, как кидает доджи Диамет. Ой-ой-ой, ребят. Ну, видно, Диамет... Диамет включил чит-машину, уловил, что дела складываются не так здорово, и понял, что пора чит-машинить. Вот. Поздновато немножко, поздновато, но читы заработали. Пивас, а какой у тебя бюджет смены компьютера и что-то собираешься брать? Вот. Я, например, знаю, на какую я бы... Мне не нужно менять компьютер, у меня отличный компьютер. Но если бы я менял, я периодически раз в месяц, когда у меня есть свободное время, я сажусь и начинаю выбирать себе компьютер. Это, знаете, такой вот... Мазохизм какой-то легкий. Вот. Я выбираю детали того, что мне интересно, натираю сосочки, ну и прочее, прочее, прочее. Я понимаю, что я такой компьютер куплю, хрен его знает когда. Вот. Но мне все равно приятно. Правильный блиц. Блиц по гуле, которую надо ломать. Вот. Это самый реальный кандидат на травму, но не получилось. Ну, у Диамеда еще есть шансы на камбек. Очень многое будет зависеть от того, сколько игроков у него встанут. Вот. Ну да, цены... Ну, скажем так. Тот компьютер, который мне хочется собрать, стоит примерно 135 тысяч рублей. По-хорошему можно собрать даже дороже. Вот. Привет, Крис. Как оно? Ну, плохо. Не, ну, на ноут не знаю. Я к ноутам отношусь. Ноуты нужны, если ты по работе катаешься и так далее и тому подобное. В этом плане ноут, конечно, нужен. А так как я человек очень далекий от такого, то мне как-то вот... Ну, пекарню за 200 тысяч можно собрать просто фантастическую. Ну, если говорить чисто о системном блоке. Вот чисто системный блок за 200 тысяч можно собрать... Вообще, сказочный абсолютно. Привет, квасец. Ну, в общем, ребята, попахивая тем, что диамет проиграет. Пока что есть ощущение, что ситуация для него складывается очень плохо. То есть, у него не встало два такла, у него на поле ни одного волка, и есть ощущение, что наконец-то Непрокси отыграется за поражение. С другой стороны, Непрокси сейчас организовывает себе гэнг-бэнг-пати против Аданта. Вот. С чем я его могу поздравить? С другой стороны, я думаю, что матч Краби против Диамеда будет очень интересным. Вот что я думаю. Но будем наблюдать. Будем наблюдать. На Пекаре за 200к можно и в космос летать? Ну, я бы не сказал, что в космос. Просто... Скажем так, если бы я собирал бы компьютер, я бы, конечно, брал бы на эти деньги по максимуму. То есть, я бы взял бы 1080 Ti, хотя смысла в этом, конечно, не особо много. А это уже сразу четверть суммы компа. На самом деле. Вот. Взял бы себе топовейший проц. Это еще даже больше четверти, на самом деле, от этих 200к. Вот. Хорошую мать. 32 гига оперативы. Плотненький SSD. Надо брать толковый к такому набору блок питания. Короче, это кажется, что, типа, 200к, это космос. На самом деле... Ну, так. Плотненько очень. Вот. Не, а почему с Адантом? Нет. В случае чего он играет с Леной. Если Краби обыгрывает Диамеда, он играет с Леной. Ребята. Я же ошибся с сеткой, я ее уже исправил. Спасибо Непрокси, который несется к полуфиналу. Непрокси меня поправил. Там перекрестная сетка, ребята. То есть, чтобы не было рана игр между людьми, которые играли друг с другом. Вот. Так что, в этом плане, с Леной, на мой взгляд, и Диамед, и Краби вполне могут играть. Вот. Не, не. Есть крутые ноуты, на которых можно даже и стримить, и заниматься как он называет, там, мувиками, или, я не знаю, там, моделировать, все что угодно. Но такие ноуты стоят. и они весят как кирпич, как несколько кирпичей. Так что, на мой взгляд, просто вот, мне приятнее, вот, у меня рабочее место, я вам объясню. Это здоровенный, не дешевый, ну, ладно, ладно, не очень дешевый стол. Такой, прям, знаете, он назывался стол руководителя. Вот. То есть, у меня вот стол руководителя, у меня вот это кресло DX Racer, у меня вот два экрана, я бы, кстати, третий экран бы еще поставил. Вот. Пекарня там, ну, вообще, с другой стороны стола, выемки поставлены. Вот. У меня так все солидно. То есть, вот у меня рабочее место, оно реально солидное. Вот, вот, приятно за ним сидеть. Вот, я могу лечь даже на стол. Стол такой большой и такой удобный, что вот я могу даже на одну часть повалить тянку и жестко ее отжарить и даже не испихну мониторы, которые у меня на столе. Вот так вот. Хороший блиц от Диамеда. Вот. Это важный момент. Вот его единственный таклист наконец-то начал работать. Ну, я понимаю, Крис. Для программирования в целом вообще прям супер-мег-машин не нужна, особенно если это какое-нибудь веб-программирование. Вот. Записал бы видос с обзором Пикар... Слушай, можно об этом подумать, но у меня сейчас не прибрано. То есть, вот, 28-го Ника вылетает в Москву, 6-го она приезжает на Сапсане ко мне. И вот в перерыве между 28-м и 6-м мне надо сходить в барбершоп и прибраться дома. Если я приберусь дома, я могу рассказать о своем рабочем месте. Это, в принципе, нетрудно. Просто не знаю, снимать это нечем. У меня камеры нет нормальной. Но компьютер, кстати, надо пропылесосить. У моих родителей внезапно оказалось, что я им когда-то дарил, а у них еще остался практически полный баллон сжатого воздуха, я бы у них стыбрил и почистил пекарню. Не, но я не спорю Айчурсин. Я же не говорю о том, что скажем так, для того, чтобы заниматься видеомейкерством и стримами, и игрулями, все-таки нужно иметь вообще даже две машины по-хорошему. А для того, чтобы прогать, ну, нужен, конечно, хороший комп, но... Так, находит все-таки кубы, не прокся. Нужен хороший комп, но не так, чтобы он был прям вот вау-вау-вау. Я это имел ввиду. Я просто к тому, что если там занимаешься программированием, тебе не нужен этот... Как-то называется новая серия... А, Райзен. Тебе не нужен 32-ядерный Райзен для того, чтобы заниматься программированием, понимаете? Я это имел ввиду. Вот я, кстати, давно хочу себе... Как это называется-то? Грамотно выстраиваться не прокси. Давно хочу докупить все оперативы, у меня все руки не доходят. Вот у меня единственная слабость компьютера, это 8 оперативы. Опа! Опять 1-1 на додже. Второй раз за день за сегодня. Извините, что я не так эмоционально комментирую этот матч, просто на мой взгляд он довольно скучный, грязи никакой нету, чит-машина Диамеда сломалась, я сегодня два раза попал под дождь, и поэтому мне немножко не хватает эмоций. прошу прощения. Ой, как хорошо сработал маг. Маг сыграл практически идеально, но вот падение мяча немножко неприятное. И сейчас надо обязательно находить хорошие кубы в боевого танцора. Вот. Не, ну я понимаю, не, в целом у меня-то особых как бы претензий к компьютеру нету к своему. То есть вот то, что у меня у компьютера есть, это в целом очень хорошая машина, которая еще приличное время будет отличной. То есть у меня Intel Core i7-4770K, вот, у меня карточка это Polit 1070 GameRock, вот, ну и так далее, и тому подобное. То есть я бы в принципе на восьмерку докинуть это недорого. Комбиодолар, ты цены на ой, как хорошо прошло. Слушайте, диамет имеет шанс камбека. Не скажу, что очень большой, но шанс есть. Сейчас надо покидать ГФИ, кстати говоря. А, и надо подобрать мяч. Диамету можно даже не кидать ГФИ. Можно построиться у края поля с одним гордом и подобрать мяч гулей встать у края. Это рисково, но это как минимум заставит непруху кидать не самые простые кубы. Слушай, про первый не знаю, а насчет СОФСБУК 2 не бери. У меня один товарищ взял и он вообще человек, который не любит ругаться матом, но конкретно в этой ситуации он, скажем так, как бы это выразить? Он вернулся к раздолбанному маку, вот так я бы сказал. Я, конечно, не могу сказать наверняка, что, может, он не понял машину или еще чего, но у него с этой машиной были вполне серьезные проблемы. Хорошо, что Нейроли подобрал нужное ГФИ и сделал так, чтобы не было выталкиваний и чтобы был удар в красные. Ну, ладно, не в красные. Хотя, стоп, а горды остались? Стоп, он выбил двух гордов? Да! Так это в красные, ребята! Горды кончились! Лол! Жаль, что здесь нету кубов. А здесь, конечно, шестерочка бы очень сильно пригодилась для того, чтобы окончательно закрыть путь и так далее и тому подобное. Но диамет комбечет, ребята. Я сейчас посмотрю, к слову говоря, насчет... Давайте не будем смотреть Али, давайте откроем Яндекс.Маркет. Чисто ради интереса. DDR3. Ну, надо брать две планки по четыре, очевидно. Вот. Точно тот ноут? Я не знаю, почему матерился, но он просто сказал, скажем так, проблем было до самой задницы. Не, шанс выбить мячик хороший, особенно с учетом того, что нету крепких рук. Я нисколько не спорю. Ну, не, аж это, в общем, не заладилось. Не, хотя я смотрю, то есть, взять две планки по четыре, это, ну, примерно четыре тысячи рублей. Ну, не такие большие деньги, кстати говоря. Дерево, кстати, молодец. Ну, Дерево смогло на профи не пустить корни. Помните, была такая песенка, когда-то я теряю корни. Вот. Не, ну, я говорю, вот мне две планки по четыре. Ну, то есть, вообще, конечно, идеально было бы купить четыре планки по четыре, но две старых планки на четыре я не продам. Вот, поэтому проще купить еще две планки по четыре, это четыре тысячи, это не такие большие деньги. Слушайте, а мне стало интересно, подождите-ка, давайте-ка я сейчас узнаю, изменились ли цены сейчас, когда я покупал видюху. Полит GeForce тысячу семьдесят. Лол. Сцены вообще не изменились, кстати говоря. Я вот смотрю, и вот я брал примерно за те же деньги, за которые она продается. Кстати, вообще скажу вам, ребята, что вот многие говорили о том, что Полит это говно, с Полит много проблем и так далее, но вот я вам скажу на своем опыте. Вот мой Полит тысячу семидесят, работает как часы. Вот конкретно семидесятая версия у Полита вышла прямо муа. Скажем так, она все свои тридцать тысяч рублей отбила без вопросов. блитц. Блиц решил все-таки аккуратно играть не прокси. Вот. Решил не бить в красный в меч. Хорошая оперативка стоит дохера дорого, но она пачками стоит дорого. Ну, понимаешь, мне как бы у меня DDR, которая 1600 мегагирс, купленная там в супер деревянные года, вот, то есть мне, конечно, может есть смысл поменять, но у меня там надо по-хорошему там все менять. Типа мать менять и на ее основе все там менять, а я смысла в этом не вижу. Мне проще купить еще там две планки по четыре, получить немножко быстродействие и не париться. Да у меня и желания пока особого нету. Ну, понятненько перчик, но я пока не собираюсь ничего там менять в этом плане. мне сейчас интересно, когда я брал так. Ну, вот, конечно, отталкивание в этой ситуации это неприятно. Неприятно. Вот. А, нет, нет, это не то. Или то. Да, вот, я брал свою поли-джио-фор стратата за 31 500 1070. Вот. Диамеду бы сейчас две травмы. Да, это было бы очень неплохо, но это будет непросто, скажем честно. Я, кстати, удивился, что, когда я смотрел магазины, выяснилось, что, как это говорится-то. DDR3 оператива вообще чё-то как-то не это, не камильфо. Её, в принципе, хрен найдёшь. Меня это очень сильно удивило. на самом деле, блин, я не помню, какая у меня мать. Стыдно. По-моему, Asus чё-то там. Я не помню. Блин, надо Аиду поставить и посмотреть. Я, когда винду поставил 10-ю, я вообще чё-то на всё забил, ничего не делал. ничего не ставил практически. Так, двоечки. Ну, на самом деле, я думаю, что это хороший ход для... Не, сейчас есть неплохие кубы в мяч. И то, что Дио не смог повалить, это, конечно, неприятно. Но, в принципе, жить пока можно. Не, ну, сейчас, на самом деле, мне вот очень интересно, что произойдёт в разрезе мобильников, потому что сейчас же идёт разговор о том, что там... Кто ж там работает-то, господи, я забыл. Там была какая-то очень интересная новость о том, что... А, о Куалкоме, точно. Что вроде как Куалком, вот, которые делают самые топовые проццы для мобильников сейчас, очень плотно будут работать с гуглями, и... Тра-та-та-та-та... Вот. Надо было доджить зомби одного, зомбю точно надо было доджить от дерева. Ну, ну, да ладно. Ну, блин, что приносят бабки, то и делают, айчурсен, что ж поделать. Ну, тут простое выбивание мяча, очень простое, прям, совершенно не напряжное, вот. Единичка, рерол, шестерка, я уж испугался. Дубль единицы могли сейчас похоронить не прокси. И отскок мяча очень хороший. Очень хороший отскок мяча. единичка на подборе. Слушайте, диамет начал использовать опять свою черную магию. Прям, прям, не дает ни одного шанса. Вот молодца-то, а. Ну, айчурсин, что ж поделать? А причины они не объяснили, почему это произошло? Вот. Это неприятно. Теперь запирается вайт. Это совсем неприятно. То есть вот отсутствие таклов, трех таклов на поле, оно, конечно, грустное. Назовем это так. Есть другое слово погрубее, но мы скажем грустно. Не, пп можно игроков действительно поосвобождать, но это будет сложно. нужны шестерки Диамеда. Если у Диамеда будут шестерки, то счастье будет. Но не забываем о том, что ему еще и занести надо при этом. То есть ему надо кучу шестерок, еще поднять мячик, еще занести. Я думаю, это подвод сделан для того, чтобы был свободный удар големом из плоти, потому что здесь ассист, и тогда двух кубов нету. Не, ну, я говорю, нужны шестерки. Если у Диамеда внезапно сейчас попрут шестерки, то шанс есть. Диамед действительно хорошо. О, первая шестерка, ребята, первая шестерка. Не знаю, Риин, а у тебя когда свадьба, кстати говоря? Вообще есть три куба по танцору. Ну, это немножко не те три куба, что искались, но, кстати, сейчас, теперь есть удар по танцору с МБ таклом. И это многообещающе. вот. Ну, понятненько. Я думаю, что потому, что они в три раза дешевле стоили, оно и повлияло, мне так кажется. Но тут на самом деле много, еще и мало вариантов у Диамеда остается. По мне так. То есть это будет сейчас блиц гулей. Совершенно очевидный. Проблема в том, что гулей, конечно, мяч хотелось подобрать, теперь не получится. А здесь идет ассист для того, чтобы ударить в два куба вайтом. То есть это самый очевидный ход в этой ситуации. Шестерка, пятерка. А вот эти бы кубы в другого танцора, но пробой очень важный. В этой ситуации пробой дико был нужен. Вот здесь не получилось. Реролл я бы не тратил. Реролл будет опасен. Может быть есть смысл задоджить и попытаться подобрать мячик на 50. Реролл. Вот сейчас реролл надо тратить. Подбор. Может быть надо было сейчас еще успеть зомбей задоджить и побежать наверх. Ну да ладно. В августе думаем на рваном мяче. А на рваном мяче теперь еще и свадьбы проводят. Вот это сервис. Практически как Лас-Вегас. Только в среде игроков Blood Bowl. Ой смотрите как красиво. Не Проксис кинул единички и двойки на скиле. Посмотрите на него. Хотя было бы смешно если бы он кинул просто две единички и на этом бы все кончилось. Ну ладно. Но пока диамет еще да кстати ребята если в основное время будет ничья то мне придется кидать монетку на стрим. Вы понимаете это? Господи Иисусе. Я не хочу кидать монетку лол не Прокси давай это слишком большая ответственность для меня. Реролл. Единичка господи диамет камбэчит мне придется кидать монету О, все, я нашел его, отлично Я готов Я готов Ну, вот второй дансер Который с выбиванием То, что диамет пробил Второго дансера, у которого выбивание меча Это, конечно, дико повлияло Еще и шестерка Ну, вообще, есть ощущение, что Как бы Кажется, не прокси приехал Наконечную Нафиг сайты там Почему? Не, я могу, конечно, найти У меня монетки есть Ну, ладно, ладно Диамет еще не забил Поэтому вы тут Рано хороните Вот Диамет еще не забил Я могу и этот Но выбирать монетку будет Не прокси, кстати говоря Потому что его стадион Он будет выбирать Орел или решку Вот Сейчас, секунду Так, смотрите А, даже не так Сейчас, секунду Так, ладно Чатик Опа Это очень хорошо Чатик Давайте будем потихоньку решать Судьбу Диамеда и не прокси Вот у меня есть банка с монетками Вот То есть В ней есть монетки 50 копеек 10 копеек 5 копеек 1 копейка И у меня еще есть монетка 2 рубля И 5 рублей Монетку какого номинала Мы будем использовать? Давайте-ка Что вы предлагаете? Давай А фолл-то будет Да, фолл будет По тому человеку А, не По дансеру По дансеру Да Это правильная мысль Взяточка улетает 5 рублей? Пятак Ну все Все Окей Я вас понял Ну вот 152 орла подряд Ну посмотрим Посмотрим Пятак так пятак Все, ребят Я вас понял Ой Ладно Он крупный И по весу Ок Ну ладно Я как видите Я показываю монетку Только она Немножко это Из-за хромакея Подтупливает Вот Монетка Как монетка Совершенно Обычная Я не вижу на ней Никаких неровностей Вот Так Додж не прошел Реролл потрачен Встроенный Мы еще можем Мы еще можем Как бы кинуть Этот Как это говорится Еще Вантерн Может быть Не прокси Может занести Вантерн Я конечно В это верю Ой Две единички Реролл Ну Не уронили Трэнта Трэнд Ногастый Трэнд Прям не хочет Ну вообще Дерево Срубить Тяжело Тут Никакие Канадские Лесорубы Не справятся А последний ход За Дио Точно Я не уловил Это же была атака Не прокси Да Это ничья Значит Ну я тогда Пойду у них Сразу в дискорде Напишу Вот Надеюсь Что не прокси Не обиделся Что я за два хода До конца Спросил у него Орел Или решка Вот Не ну Возможно Он по монетке Проиграет Вот кто знает Вот кто знает Ребро Ну на ребро Вряд ли У меня такой Стол Что Для ребра Маловато Шансов Я даже Вслепую Монетку Как бы там Потрясу Чтобы не знать Как я ее Подкидываю Как я ее Там поймаю И так далее Вот Ну вот Ну короче Не прокси выбрал Орла Вот Не прокси Выбрал Орла Держим это В голове Ребята Не Не Все Мы Я Вот У меня Православные Пять рублей Ребята Честные Православные Пять рублей Мне сказали Давай реальную Монетку Поэтому Будет Реальная Монетка Вот Я Скажем так Морально Приготовился Кидать Монету Вот Я ее Верчу Под столом Я ее Не вижу Чтобы было Поинтереснее Вот То есть Я сейчас Попробую Поймать Монету Потом Вот так Ее на руку Красиво Подвести Ее к камере И вы Там увидите Что Вот Но у меня Нету 25 Мундиалевых Извините Откуда Они У меня Вообще Никто Не донатит Откуда У меня Могут Быть Вообще Деньги То Что Я Нашел Пять Рублей Это Уже Фантастика Вот На чем Ты Там Ее Вертишь Пальцах Я ее Верчу Повалили Дерево Не Прокси Попросил Только Подождать На стриме Вот Кидание Монетки Ну я Я не думал Что на этом турнире Так рано Будет возможность Покидать Монету Привет Дио Не Поверьте Мне Это Абсолютно Все Равно Мне Абсолютно Все Равно Игра Была Знаешь Диамет Я тебя Похоронил Но Ты Смог Выбраться Молодец Скажем Так Мы Пол матча Обсуждали Компьютеры Но Потом Пришлось Начать Обсуждать Бладбол Ну а Две Единички Нокаут Блин Монетка Это Прикольно Конечно Ну что Ждем Теперь Не прокси В чате Я кидаю Монету Вечер Перестает Быть Томным Я бы Сказал Один Один Ребята Теперь Пять Рублей В моем Кулаке Будут Решать Вот Семь Пробоев Против Тринадцати Ну вот Но Не прокси Все равно Очень достойно Боролся Кстати По отборам Одинаково Не прокси Был Очень близок Победе Но в какой-то Момент Диамед Показал Диамедовщину Ну вот Ну ждем Не пруху Ждем Не пруху А Он уже У меня Забанен На Блин Я забыл Он уже У меня Забанен На Гудгейме На Твиче Я вроде Его не банил Вот А на Гудгейме Я его Сейчас я посмотрю Я по-моему Его банил На Гудгейме Блин Сейчас я посмотрю Так Ааа Господи Забанены Васага Так 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 Кощей Так 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 Да ладно Разбаню Не прокси Пофиг Потом Забаню Если что Опять А тут Банчик Хренов Так 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 Окей То есть Я могу Тебя Обратно Забанить На Гудгейме Да Ну что Ребятки Орла Выбрал Не прокси Вот Ты только Покажи Орел Да я не знаю Как будет Вот Не сейчас Подожди Я взглянул На монетку Увидел Что там Сейчас Подожди Я ее Немножко Покидаю Надо ее Поймать Только При этом Вот Я Сейчас Это Орел Ребятки Не прокси Выходит Дальше Это Это Рандом Я сейчас Поздравляем Диамет падает В нижнюю сетку Против Краби Не прокси Идет Играть Против Аданта Такие Дела Мама Ребятки Всё Продолжение следует...